Победитель всероссийского конкурса по книге «Благонравие праведников» определен. Торжественное награждение прошло в Махачкале. Тысячи участников со всей страны боролись за главный приз – квартира в столице республики. И кто в итоге стал ее обладателем, узнал Хамзнур Магомедов. 14 тысяч участников разных возрастов нации вероисповеданий. Книга «Благонравие праведников» объединила Россию. Содержание книги «Благонравие праведников» как раз таки ориентировано на то ядро, на ту основную цель, которую несет в себе религия «Ислам». Это формирование благих нравов, это воспитание, это наполнение смысла своей жизни именно уважительным отношением ко всему и ко всем окружающим. Финал конкурса прошли чуть более 200 человек. Их работы проверяли неделю. Среди участников немало тех, кто выучил книгу наизусть. Поэтому работы призеров организаторы перепроверяли 6 и более раз. Люди книгу знают наизусть и пишут слово в слово. Даже в тех местах, где мы хотели, чтобы они в общем написали, дали ответ, там тоже они писали как есть, из книги, либо обзац, либо что-то высказывание, они вот так полностью ее писали, цитировали. Между первым и вторым местом там полтора балла практически, целых десятых, и вот так, дальше еще меньше, еще меньше, где-то там две десятых, где-то три десятки, вот такая разница, где-то шесть десятых, очень серьезно. В итоге отобрали 15 лучших знатоков книги, им вручили дипломы, денежные вознаграждения и бытовую технику. Третье место заняла у Жанат Абдулаева. Она заработала путевку на Малых Ажумру, в Лучезарную, Мекку и Медину. Второе место у Заиры Гамзатовой. Она получила 200 тысяч рублей призовых. К этому конкурсу я готовилась 8 месяцев, если быть точнее, и 18 дней. Сколько раз перечитала, я не помню, но я его целыми днями читала. Были первые два месяца, я его плод до 3-4 утра. Главным победителем оказалась Марья Масья Тимирбулатова с Казбековского района. Она постеснялась выйти на сцену. Вместо нее подарочный сертификат на квартиру в Махачкале получил ее муж. «Подготовка, конечно, была очень сильной. Можно сказать, занимала почти все время. С утра до ночи такого свободного времени у нее не оставалось. Больше, мере, надежды было, чтобы увидеть. Очень прекрасная книга обучает нас, как нужно внутренне очищать себя, преображать свой внутренний мир и вообще, как нужно прожить эту жизнь. Чтобы спастись на том свете». В завершении церемонии награждения автор книги «Благонравие праведников Муфти Дагестана» шейх Ахмад Афанди обратился к участникам и зрителям. «Всем тем, кто изучал, я прошу Аллаха, чтобы Аллах им дал возможность следовать тому, что они изучали. Это, конечно, зависит от Всевышнего, поэтому прошу Аллаха, чтобы Аллах нам дал возможность. Конечно, если мы стараться не будем, кто нас заставит следовать? Еще раз поздравляю всех участников. Я знаю, участвовали со всех регионов России. Не только изучат, даже сюда приехали, им большие проблемы. Но, тем не менее, они показали свою любовь к пророку, последователям, наставникам удачи, благополучия, здоровья и долгих лет жизни. Саламу алейкум варахматуллахи таалам варакату.